В качестве хобби спрашивал людей, как вы относитесь к тому, что Аблязов, если станет премьер-министром. И неудивительно, у всех одно и то же ответ. Да, он такой же, как Назарбаев. Да, он так же будет воровать. Ну, я такой же, как Назарбаев. Они из чего сделали вывод? Ну, давайте просто логически. Из того, что вы... Смотрите, извините, извините. Я власть как Назарбаев контролировал, показал, что я ворую. Я показал, что я против власти. Я потерял все свои капиталы, сидел в тюрьмах. Вообще, такой истории в мире мало, чтобы в тюрьмах сидеть, миллиарды потерять. Назарбаев не терял, как я, миллиарды, да? Он был такой... Этим вы удивительный человек. Вот, я, когда эти люди такое говорят, надо сказать, хорошо, давай объясни, почему будет воровать. У тебя министр был воровать. Я, когда был министром, откроет интернет. А, это политика, так скажут многие люди. У министра власти никакой особой нет. Власть в нашей диктации состоянии владеет президент. Я был министром, занимался энергетикой. И этой реформы никто не смог повторить. Если вот я, кто меня спрашивает, был во власти. Я с Назарбаевым постоянно конфликтовал, мешал ему, не давал возможности воровать. Но у министра нет власти. Вот у меня была узкая часть, какая-то своей полномочия. В рамках этого я добился больших успехов. Это широко известно. Особенно те люди 90-х годов, которые без света, без газа сидели. Хорошо знают, когда костры там жгли в Шенкенте. В Кентау с грелками спали. Мухтар Кабулыч, извините. Мухтар Кабулыч, извините. Да, смотрите. Подарите. Поэтому я на ваш вопрос отвечаю. Вы говорите, люди так говорят. Это люди, если говорят, они должны сказать аргументы. Если вы какого-то идиота нашли, или все идиоты, такое тоже бывает в ваше окружение, да? Вы этого идиота спросите. А Мухтар Аблязов, почему он будет воровать? У него были миллиарды. Он все это пожертвовал. Задайте ему вопрос. Ой, ну че, у Мухтар Аблязов всех турбов. Я задавал, я уже задавал. Они говорят, ой, они, кто политикой занимается, они как, ну извините за слово, как проститутки деньги воруют. Ну, конечно, народ молчит. Народ, как проститутка себя ведет, на дне лежит. Там сверху, это они отражают лицо народа. Если народ проститутка, то и власти проститутки. Если народ сильный и независимый, то и власть сильная. Вот посмотрите, в Европе, кто скажет, что у них, у власти проститутки? Почему? Нет, потому что народ сильный, он выводит сильных людей, которые отражают интерес людей. А если эти люди воруют, значит, люди выдвигают вверх, те, кто воруют. Значит, народ такой. Народ такой. Хорошо, хорошо, остановитесь вот здесь, я дальше продолжу свою мысль. Пусть договорим. Смотрите, когда вот речь идет о вас, да, я же дальше диалог продолжаю. Говорю, что Мухтар Кабулович же он шахматист и известный экономист и политик. И в их глазах я вижу какой-то страх. Страх того, что если вы придете во власть, то еще больше и круче, чем Назарбаев будете гнуть народ. Вот вопрос вам, как может один человек гнуть 20 миллионов? Что за народ такой? Вопрос такой я вам сразу задаю. Что за народ, когда мне говорят, Мухтар Аблязов, спаси народ. Как может 20 миллионов человек, один человек спасти? Что за народ такой, который не может боиться одного человека? Это же не народ, это же рабы же. Народ 20 миллионов боится, что один человек придет. В Америке-то скажи, что народ боится, что Байден будет гнуть 300 миллионов населения. Они ему придут просто за ноги и выкинут. Вот такой народ. Как это? Что за народ такой? Смотрите, это выполняется... Это не народ. Это у нас нет независимого государства. Если народ 20 миллионов боится одного человека, притом не имея никаких оснований, притом я говорю, парламентская республика, народ будет избирать, назначать премьер-министра, вот так показываю, он нас будет гнуть. Продолжение следует...